МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И там работает наш корреспондент Олег Хатанзейский. Сейчас он на прямой связи с нашей студией. Олег, добрый день. Ждем от вас подробностей. Ирина, здравствуйте. Сейчас мы находимся в избирательном центре. Именно сюда поступает самая свежая и последняя информация о выборах, которые сейчас проходят в регионе. Выбираем губернатор. Здесь находятся интересные стенды электронные. По нему можно понять, сколько уже процентов избирателей пришли на участки и проголосовали. Сейчас посмотрим. Итак, суммарные данные. К этому минуте уже проголосовало в регионе почти 7% избирателей. В Наринмаре из них 4%. Досрочно, напомню, ранее проголосовало 1,5%. Губернаторы выбирают 20 муниципальных образований. Можно понять, что сейчас пока что самый активный муниципальный участок – это Юшарский сельсовет. Затем поселок Андрома и Коткино. Наринмар искатели изначально пока что внизу, но только обед, поэтому в дальнейшем выборы будут, я думаю, что активнее. Я напомню, сейчас можем пообщаться с Ольгой Алексеевной Ястриковой. Это заместитель директора по воспитательной работе первой школы. Ольга Алексеевна. Ну вот, уже проголосовали? Да, я уже проголосовала. Во-первых, добрый день всем избирателям Ненецкого автономного округа. Я проголосовала в здании Ненецкого заветеринарного техникума. Отрадно, что почти около каждого члена избирательной комиссии были избиратели, которые ждали эти выборы. Эти выборы в нашем регионе знаменуют, наверное, начало нового времени. Мы все возлагаем на них большие надежды. И солнышко с утра нас всех призывало, все на выборы. В бюллетенях не запутались? Нет, не запуталось, конечно. Все очень доступно, понятно. Четыре бюллетеня, с помощью которых мы определились в тех, кто дальше будет руководить нашим регионом законодательной и исполнительной власти. А вот волонтеры там есть в избирательном участке? Есть волонтеры, которые помогают сориентироваться, найти место твоего голосования. То есть все очень доступно и хорошо. Ольга Алексеевна, спасибо большое. У нас есть еще один гость, Владислав Горбенко. Это пилот, командир вертолета Ми-8. И сейчас мы тоже с ним пообщаемся о выборах этого года. Проголосовали, вы расходили. Да, прямо с работы пришлось заехать, не теряя времени, и сделать свой выбор. Вы, пожалуй, ветеран уже выборов, наверное, не один раз участвовали. На ваш взгляд, насколько важны выборы именно в этом году? Ну, по моему мнению, вообще каждый человек должен занимать активную гражданскую позицию в современном мире. И действительно, от понимания того, что от голоса каждого человека, нашего жителя округа, зависит будущее не только его, но и города, округа, всей страны. Только лишь от понимания этого у нас все получится, и мы достигнем успехов. Россия. Задам повторный вопрос. Не запутались ли в бюллетенях их 7 штук? Нет, все очень просто. 4 бюллетеня были выданы, да, у меня. Все прекрасно и ясно. Уважаемые телезрители, я напомню, если вы еще не проголосовали, обязательно сходите, сделайте это. Если вы не знаете, где находится ваш избирательный участок, сейчас нам расскажет об этом Лариса Свиридова, это председатель, секретарь избирательной комиссии Ненецкого округа. Ну, человек не знает, куда идти голосовать, что делать. Добрый день. Для этого необходимо позвонить либо в вышестоящую комиссию, которая организует у нас выборы, это избирательная комиссия Ненецкого автономного округа 4, 57, 65 или 4, 57, 66. Также у нас сегодня трудятся две нижестоящие нашей комиссии, территориальные комиссии. Это территориальная комиссия Заполярного района, телефон, сейчас скажу, 4, 71, 10. И комиссия Наримарского городского округа, также можно позвонить к ним и узнать. Но для всех я предлагаю, так как у нас интернет работает в округе, воспользоваться сайтом. В любой поисковой системе завести избирательная комиссия Ненецкого автономного округа. Дальше вы в левой вкладке находите вкладку «Найди себя на избирательном участке» либо вправо «Един день голосования». Заходите в эту вкладку, находите Ненецкий автономный округ, город Наримар или любое поселение, любое муниципальное образование Ненецкого автономного округа. И дальше по улице вы находите свой избирательный участок и там есть телефон каждой участковой избирательной комиссии. Лариса Викторовна, сколько в городе избирательных участков? На сегодняшний момент в городе работает 11 избирательных участков, в целом в округе 51 избирательный участок. На ваш взгляд, какая уже явка? То есть люди идут активно или пока еще так как утро, то слабо? Я хочу сказать о том, что у нас село просыпается раньше, чем город. И я думаю, что в 12 часов у нас будет явка намного активнее в городе, чем в селе. Село сейчас ведет и опережает. И поэтому я хочу сказать о том, что 10 часов не показательная явка. Я думаю, будет достойная явка и наши избиратели придут на избирательные участки и сделают свой выбор. До какого времени жители смогут проголосовать, сделать свой выбор? Последний избиратель имеет право, зайдя на избирательный участок, проголосовать после 20.00, но для этого он должен уже быть на избирательном участке. Избирательная комиссия предоставляет право проголосовать до последнего избирателя на своем избирательном участке. Я напомню, что выборы продолжаются и мы будем следить за развитием событий здесь, из информационного центра, куда поступает самая последняя и свежая информация. Ирина, вам слово. Спасибо, Олег. На прямой связи со студией был наш корреспондент Олег Катанзейский. Мы снова свяжемся с ним в наших следующих эфирах. Эти выборы без преувеличения можно назвать главным политическим событием региона. Почти 33 тысячи избирателей, 9 партий, 140 кандидатов. В 8 утра по всему округу для голосующих открыли двери избирательной участки. 11 в Наринмаре, 40 в Заполярном районе, всего 51. Наша съемочная группа одними из первых побывала на крупнейшем из них. Алина Вучейска с подробностями. Для всех избирателей округа это очень ответственный день. Выбирают представители власти и местного самоуправления всех уровней. Депутатов окружной ЗАГСобрании, Совет депутатов Заполярного района, глав муниципалитетов, а самое главное губернатора Нейнского округа. На часах 8.00 и мы отправляемся на один из самых больших избирательных участков в регионе. Здравствуйте. Ну и как мы видим, избирательные урны готовы, наблюдатели на месте и мы ждем первых избирателей. Долго ждать не пришлось. На часах 8.04, а Надежда Самойлова уже пришла выразить свою гражданскую позицию. За то, что женщина первой проголосовала, ей достался приятный подарок – обложка для паспорта. Ну, надо обязательно голосовать, надо, чтобы лучше жили, чтобы все было хорошо. И избиратели, которые выбрали, чтобы они свою работу выполняли. В 46-м избирательном участке пока не очень людно. Время 8.20 проголосовало около 10 человек. Нарушений нет, отмечают наблюдатели. Чтобы соблюдался порядок на избирательном участке, чтобы все шло как положено. Пока нет нарушений. Этот избирательный участок уникален тем, что проголосовать на нем смогут жители села и деревень, у которых нет возможности сделать это по месту регистрации. Правда, свой голос они смогут отдать только с губернатора. Для этого нужно прийти на избирательный участок, который находится у нас в задней КДЦ, написать заявление и проголосовать, чтобы мы его включили в списки избирателей. После первого получаса работы избирательных комиссий поток голосующих увеличился чуть ли не вдвое. Такого ажиотажа на выборах не было давно, отмечают члены УИКов. На часах 8.40 на избирательном участке в первой школе выстрелилась целая очередь из голосующих. Каждая осознает, выборы это ответственно. Почему ходите на выборы? Почему хожу? Я считаю, что обязана проголосовать, сделать свой выбор. Надо на выборы ходить. Я всегда хожу, в общем-то. Поэтому свой голос надо отдать. Это же наше правительство было, так что надо. На часах 9.00 появляется и один из кандидатов в окружное ЗАГС Собрание. Это действительно важнейший день для округа. Поскольку от того, как мы проголосуем, будет во многом зависеть наша жизнь в дальнейшем. А поскольку мы оптимисты, то мы считаем, что округ все равно будет развиваться динамично. Я думаю, что у округа большое будущее. Ну а у тех, кто еще не проголосовал, есть чуть больше половины дня. Напомним, избирательные участки закроются в 8 вечера. Если вы по какой-то причине, будь то болезнь или плохое самочувствие, не можете прийти на свой избирательный участок, вы можете проголосовать на дому. Для этого необходимо до 14 часов оповестить по телефону свою избирательную комиссию. Уточнить номер телефона своего УИКа вы можете по телефону, который сейчас видите на своих экранах. Алина Ваучейская, Николай Таратин, Телеканал Север. Пока избирательные участки принимают голосующих, волонтеры окружного избиркома повышают явку и призывают жителей окружной столицы исполнить свой гражданский долг. Каждый голос важен. Акция с таким названием проходит Нарин Марин. Наша съемочная группа побывала на выборном флешмобе. Белая кепка, куртка с эмблемой избирательной комиссии. В таком наряде Алина Смульская отправилась на прогулку по улицам города. Впрочем, ее миссия довольно серьезная. Девушке нужно привлечь горожан к выборному процессу. Мы раздаем пригласительные для того, чтобы люди пришли на выборы. Ты понимаешь важность выборов? Конечно. Если мы выбираем губернатора, то мы должны понимать, что для нас он сделает. И таких ответственных волонтеров набралось 70 человек. Все они на добровольной основе согласились помочь в такой значимой общественно полезной акции. Кстати, ее цель – привлечь как можно больше горожан к участию в выборах. Идея проведения флешмобов – совместное решение избирательной комиссии Ненецкого округа и клубов молодых избирателей. Избирательная комиссия занимается информированием. И мы, конечно же, до последнего часа будем стараться увеличить явку на избирательные участки. Поэтому ребята сегодня раздают вот такие приглашения, в которых указывается, что мы ждем избирателей на избирательные участки на выборы губернатора и депутатов собрания, депутатов Ненецкого созыва. В рамках акции были организованы импровизированные избирательные участки, на которых был сымитирован избирательный процесс. Волонтёры призывают горожан к голосованию на центральных улицах Наринмары и посёлка Искатели. Акция завершится сегодня в 8 часов вечера вместе с окончанием голосования. Мы идём на выборы, а мы! Выборы – это модно, выборы – это не скучно. Под таким девизом в округе проходил проект ассоциации скаутов и клуба диджеев. Первая его часть – дискотека на лыжероллерной трассе – собрала на своей площадке более сотни молодых людей. Наши корреспонденты побывали на предвыборных танцах. Вместо барной стойки и лавочки – вместо танцпола гравии. Цветомузыка тоже весьма оригинальна – луна, звёзды и костёр. Владимиру Рожину танцевать не мешает даже гипс на ноге. Не замечая боли и дискомфорт, он веселится вместе с друзьями. Таких проектов для молодёжи давно не хватало, отмечает юноша. Обязательно, обязательно нужны. Чтобы молодёжи было куда-то сходить, повеселиться, пообщаться и так далее. Не пугают ни комары, ни дождь. Большинство из тех, кто пришёл на лыжероллерную трассу, признаются – ночные клубы поднадоели. Дискотека среди ёлок и берёз – какое-никакое о разнообразии. Это вполне хорошая альтернатива ночным клубам, так как сюда, во-первых, вход бесплатный, люди сюда приходят абсолютно бесплатно. И они не обязаны, ну, конечно, они должны потанцевать, как бы планировалось, но они этого не обязаны делать. Вообще сюда приходят просто отдохнуть. Хотя что-то отдалённо напоминающее развлекательное заведение всё же есть. Диджейская аппаратура, МС-ведущий и даже секьюрити, сотрудники полиции и частная охрана. Ведь лучший отдых – это безопасный отдых. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Идея проведения дискотек на свежем воздухе появилась ещё в октябре прошлого года. Воплотить её в реальность решили сейчас, когда желание провести дискотеку совпало с потребностью вовлечь молодёжь в выборный процесс. Организаторами проекта выступили ассоциации скаутов Ненинского округа совместно с клубом диджеев. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь не будет агитации, здесь не будет призывов голосовать за кого-то конкретно, за какие-то партии. Вот этого здесь не будет вообще никогда. Но призыв на выборы пойти, свою позицию выразить, тем более, что кандидатов у нас море сейчас, очень много. Выбирайте любого другого на любой вкус. Вот такую цель проект ставит. Того, что хотели добиться, организаторы добились. Молодёжь готова идти на выборы осознанно и добровольно. Я считаю, что нужно обязательно ходить на выборы. Вы, во-первых, отстаиваете свои права, делаете правильные выборы, и от этого зависит ваше и будущее вашего округа. Ну, конечно, буду голосовать, потому что это ответственно. Нужно же выбирать. Не чтобы кто-то выбрал за меня. Помимо лыжероллерной трассы, в Искателях предвыборные танцы прошли в детско-юношеском центре лидер ночных клубов Рэйтаун и Нордхолл. Алина Ваучейская, Александр Дуркин, Телеканал Север. И смотрите сегодня в программе «Итоги недели» с Владимиром Томиловым. Выбираем будущее. Сегодня в России единый день голосования. В Ниньском округе ожидается небывалый ажиотаж, ведь выбираем практически всех. И губернаторы, и собрание депутатов, и городской совет, и совет заполярного района. Первые предварительные итоги всенародного голосования мы получим первыми и вам расскажем. Не пройти, не проехать. После весенней грязи и слякоти жители Наринмара в предвкушении осенней распутицы. Сколько еще мы будем плавать по дорогам и тротуарам, и почему построенные дренажные колодцы не работают. Екатерина Гончарова нашла всех, кто отвечает за благоустройство города и поинтересовалась, а будет ли когда-нибудь порядок в окружной столице. В тепле и уюте. Как работают в округе жилищные программы? Кого переселяют из ветхого и аварийного? И почему не все рады такому переселению? Кто имеет право на субсидию, а кто не может ее получить из-за бюрократических проволочек? Олег Итанзейский узнал, кому в Наринмаре жить хорошо, а кому не очень. И рокировка полномочиями. Зачем муниципальные власти передают в окружной свои полномочия? Как это отразится на простых гражданах и на чиновниках? В нашей программе комментарии специалистов. Смотрите программу новостей севера «Итоги недели» сегодня в 20 часов.